Друзья, моя команда и я готовились к этому событию без малого год. За всем процессом подготовки от покупки и восстановления легенды до определения победителей из списка участвующих наблюдали сотни тысяч людей. Было потрачено несколько сотен человеко-часов и много миллионов рублей, чтобы все эти составляющие нашего уравнения соединились в одну точку, и имя этой точки — игры за бумер. Прямо сейчас вы увидите гладиаторские бои, на кону которых стоит либо бумер, в который было вложено больше пяти миллионов рублей, либо же победитель забирает один миллион рублей. Вы спросите, почему такой ценовой разнобой? А я отвечу, фиг знает, так решили. Кто заберет себе главный приз и чья жизнь разделится на до и после? Я коллегу жалоб попрошу в конце. Приветствую вас здесь и сейчас в этом шоу. Ладно, вот сейчас без всякого вот этого пафоса, всей этой нагнетающей атмосферки, я просто скажу, что с этим шоу я поставила все, что у меня было и есть, на кон, и поэтому у меня сейчас дико шалят нервишки. Так что приятного просмотра, наслаждаемся, кайфуем и расслабляемся. Это игры за бумер, играем красиво. Погнали! Приветствую вас в играх за бумер. Если вы видите это видеообращение, значит вам уже крупно фортануло. Знаете, я своего рода телепат и могу с уверенностью сказать, что одна мысль не дает вам покоя. Почему в комнате всего 5 человек, если отобрано было 10? А я решила, почему бы не убрать 5 лишних соперников и провести испытания быстро и без лишнего гемора. Сейчас вы должны почувствовать себя еще более особенными. Ну а теперь переходим к самому заданию. Сейчас вас телепортируют в комнату одного из героев фильма «Бумер», где он жил, планировал свои преступные планы и укрывался от полиции. В комнату вас поместят как заложников, так что вам придется почувствовать легкий дискомфорт. С завязанными глазами и с коваными руками будет сложновато первое время. Но вам нужно будет освободиться. А каким образом? Дам маленькую подсказку. Работа в команде и внимательное отношение к содержимому карманов и ваши главные помощники. Далее из этой бандитской обители необходимо найти выход, а именно ключ от входной двери. Где он может быть спрятан? Знает только Бог, организатор площадки Магомед и я. Ну и тут я не оставлю вас без подсказки. Не доверяйте глазам, чувству самосохранения и знайте, что любую преграду можно преодолеть усилиями. Игра на время, так что в ваших интересах включить близ режим, ведь уже в этом раунде кто-то вылетит. Удачи! Так, что надо делать? Кому он по карманам лазил, телефон искал? А, это ключ? Ищите! О, крути! Давай, давай, давай! Так, надо ключ найти. Ключ ищем от выхода из двери. Ребят, может он у кого-то в кармане? Маскай! Мне кажется, с ума надо подходить к этому делу. Так ищи где! Дань, ты будешь в шоке от того, что пришло мне в голову. У нас же часто съемки проходят где-то за городом и ехать до туда это отдельное удовольствие. И поэтому я решила, что нескольким членам нашей команды я возьму машину. Да ладно, ты не шутишь? Это же очень дорого. Я не шучу. Дорого это да, но я их возьму в лизинг. Это как? А почему не в кредит? Сейчас все расскажем. Финдеры. Альфа-лизинг – эксперт в автомобильном и финансовом рынках. С ними предприниматели могут купить легковые, грузовые, автомобили с пробегом, оборудование, спецтехнику, такси и многое другое. Вы можете задаться вопросом, а почему именно лизинг? Ответ весьма прост. Во-первых, это быстрое одобрение, ведь оценка клиента и принятие решения происходит всего за один день. Во-вторых, с лизингом можно сэкономить на налоги на прибыль и вычетах НДС до 40%. В-третьих, можно получить скидки от производителей до 16% на авто и технику в лизинг и другие выгодные предложения. Так, например, благодаря альфа-лизингу вы можете получить газ с выгодой до 10%, ситрак со скидкой до 500 тысяч рублей, эксид с выгодой до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Ну разве это не круто? И чуть не забыла, лизинг – это про легкий старт для расширения бизнеса, ведь аванс может быть от нуля процентов. Допустим, я хочу взять Дане машину для работы за полтора миллиона рублей. Пускай мой первый начальный взнос составит 200 тысяч рублей, и я готова платить месяц около 70 тысяч рублей, поэтому срок поставлю 2 года. Смотрим. При таком раскладе экономия составит почти 700 тысяч рублей, и мои затраты составят всего 1 миллион 330 тысяч рублей вместо почти 2 миллионов. Честно говоря, это очень выгодно. Киндеры – альфа-лизинг – крупнейшая частная лизинговая компания, у которой более 50 тысяч лояльных клиентов, поэтому им можно доверять. Переходите по ссылке в описании, заполняйте заявку, чтобы расширить границы вашего бизнеса. Как тебя зовут и откуда ты? Всем привет, меня зовут Миша, я из города Москва. Меня зовут Арман, я из города Волгоград. Меня зовут Данил, я из города Арзамас. Я Володина Дарья, город Обнинск. Меня зовут Алексей, я из города Екатеринбурга. Ничего не может быть. Не верьте глазам. Не верьте глазам, и вам поможет... И ощущениям, и страх, и своему страху тоже. Не верьте глазам. Были полки, которые... Опа, сейф, ключ давай! Здесь ключ не такой. Вот, коп был... На картинках? На картинках на сне. 1946, по-моему. Попробуйте. 8, 3, 7, 3, 7, 7, 7. Давай заново, и вот так. 8, 3, 7, 3, 7, 7, 7, 7, 8, 9. Нет. Картины, на картинках было. Попробуй, попробуй, 1946. Умер. Какого года выпуска был? 99. Весь, я картину, там еще картина. Попробуйте 1946. 1999. Не торопись. Как там говорится, пацан к успеху шел, но он и получилось, не фартануло. А ведь так красиво, молниеносно. Пошло-поехало в начале, а. Фильм в каком году вышел? 2003. Ребят, может быть, это же число просто наоборот? Вот оно, то же самое есть. Где еще картины? Давайте соединим. 1941, вот здесь. 1946 год. 1, 9, 19, 5. Здесь 56. Походу, мы надолго здесь. А когда обед, ребят? А год дефолта какой? В каком году был год дефолта? Март, 1900. В 1999, по-моему. Мы водили. Ребят, нету ручки хотя бы писать, что в воде. Ребят, все очень просто. Он четко, код написан. Просто надо понять. Картина не для того, чтобы на нее смотреть. Что там мы в тупике? Мне кажется, вот это. Мне тоже кажется. Год дефолта, да. В каком году год дефолта был? Может, в 2004 был? Маскальный торопись. 42. Нужна пояснительная бригада. Ребята нашли картину, на обороте которой написано «Год дефолта». Эта историческая дата является кодом к сейфу, в котором прячется ключ от входной двери. Сложность в том, что каждый неверно набранный пароль замораживает сейф на несколько минут, и чем больше неправильных вводов, тем длиннее заморозка. Год дефолта. Какой год? 97-й. Вводили? В 97-м был дефолт? Наполеон. Первый дефолт в 92-м году произошел, когда Советский Союз разрушился. А потом еще второй дефолт был, когда нули сократили. Когда это было-то? В 92-м году рубля отменили советский. 92-й год дефолта. 92-й и 98-м дефолт был или в 98-м? В 98-м еще раз дефолт был. 98-й? Она же историк. Кто? Ангелина. 98-й, да? Да. Он не благодаритель. Ну что, дорогие гости, приветствую вас в играх за Бумер. Наверное, вы немного удивлены, что вас все-таки 10 человек, а не 5. Я, конечно же, понимаю, что для вашего интереса важно, чтобы сценарий шоу шел бок о бок с непредсказуемостью, поэтому я решила вас развлечь таким нежданчиком. И не только вас, но и гостей игр за Бумер. Правда, теперь я не могу сказать точно, рады ли они, узнав, что их противников на сегодня в два раза больше, или же это заставило их немножечко напрячься. Если команда А справилась с первым заданием за полчаса, то команда Б уложилась в три раза быстрее. Но как им это удалось? Давайте блицам глянем перемотку. Ищите ключ. Какой-то должен быть код. Код дефолта такой. Как тебя зовут и откуда ты? Меня зовут Евгений, я из города Ногинска. Меня зовут Юлия Яковлева, я из Волосовского района Ленинградской области. Меня зовут Саша, я из города Чуваксажи, Чувашской республики. Артем, Новосибирск. Меня зовут Михаил, я из города Сургут. Где нас снимай? Восемьдесят девять. А им кто-то сказал, что наручники можно снять в принципе? Или им так удобнее? Я открыл. Давай. О, открыл. Пошли, блядь, 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 блядь. Супер. Вы прошли первое испытание, с чем я вас очень поздравляю. И сейчас я оглашу человека, который выбыл. Ладно, для вас обрадований никто не выбыл. Это испытание было сделано специально для того, чтобы вы сроднились с своей командой. Потому что на сегодняшний день она будет для вас семьей, опорой. И вы будете сражаться за приз бок о бок друг с другом. Сегодня вы преодолеете девять испытаний. И покажете всему ютубу свою смекалку, скорость реакции, проворность, интеллект. И свою способность и готовность идти по головам. Насчет последнего это уже решать вам. Насколько вы готовы на это. Ну и, возможно, кто-то сегодня опозорится. Но это, конечно, вряд ли. Следующее испытание у нас будет проходить вот на том поле, которое находится за этим забором. И там будет... Все смотрели фильм «Бумер»? Помните, там была последняя сцена, когда у них стрелялки были на улице с полицейскими? Та команда, которая выиграла в этом испытании, то есть вы, вы вышли первыми. У вас будет привилегия. Вы сможете осмотреть территорию, выбрать какую-то тактику, которую будете придерживаться. И мы выдадим вам пейнтбольное оружие. Это будут настоящие стрелялки. Вы кем хотите быть? Полицейскими или мадюганами? Бандиты, наверное. Ну хорошо, бандиты, окей. А вы у нас будете полицейскими. Мы полицейские. Перед этим, конечно, нужно будет пройти технику безопасности. Все-таки пейнтбол это такая больная штука. Ну что, мы начинаем. Дальше у нас все задания будут уже на выбывание. И уже совсем скоро кто-то покинет нашу игру. Как ты оцениваешь противника? Из моей команды очень сильные ребята, мне кажется. Парни прям мощные. Достойно оценивают противника? Достойно. Достойно? Ну. Так, Вань. Противникам отношусь хорошо. Сильные противники. Противника нужно уважать. Противники очень мощные прям. Ну очень сильный противник. Придется постараться их выиграть. Противники нулевые. Сразу видно полицию. Противники все сильные, мощные. Достаточно у каждого разного склада ума. И все пока друг друга дополняют, но дальше мы будем грызться друг с другом. руками если вы передвинетесь я попробую потом куда-нибудь поближе руками не показывать я по центру наверно буду смотри давай ты сюда чем ближе тем лучше будет два по центру 2 по бокам если будем выбегать они будут сразу палить то нам придется будет сесть и все и какому позицию это забираем который задел нас большую и вот этот посередине да я думаю да я здесь вот здесь потом если при возможности примерно свои же разобрали до места как вот будем убегать там по сценариям полицейский отряд готов будвигаты тоже готовы и мы погнали как страшно пипец на самом деле она надежная после тебя как слезать отсюда мы начинаем звук конечно жесткий сейчас я попытаюсь в вас разбудить чувство сострадания к нашим участникам своей мини истории связанной с пейнболи 8 лет назад 8 меня шутнули из маркера по бедрышку и до сих пор у меня остался синяк я выла от боли так короче вы должны теперь понимать на что идут наши участники ради бэхи или денег первые убью первые убили Они так опасно Перебегают между заграждениями Казалось бы, 3 метра пробежают Но за эти 3 метра в тебя может прилететь пуля И все, ты выбыл Они убили баш на баш Бывает такое, что и патрон заканчивается, их нужно отдавлять Все, вы, короче, победили, да, какая полумая? Я вообще первый раз играла Подстрелили, все Сейчас в выборшей команде нужно будет определить, кто покинет их состав И каким образом это будет происходить Мы дадим им на выбор 5 зубочисток И одна из них будет надломлена Тот человек, который вытаскивает надломленную зубочистку Он автоматически проходит следующее испытание Остальные четверо проходят дуэль между собой Три раунда дуэлей И конечный раунд решит, кто же покидает нашу игру насовсем Все, она тянет Давай, давай Ты короткая? Да Офигеть, я произвожу Я поздравляю тебя, Даша Даша вытянула короткую тростинку Это означает, что она автоматически проходит дальше У нее есть иммунитет Поздравляю, ты проходишь следующий раунд У нас завершающая битва титанов Либо все, либо ничего Ребята, вы мне безумно понравились Но я, к сожалению, должна объявить человека, который покидает нас сегодня И это Даня Я, как поняла, это был твой план Ты запланировал уйти от нас побыстрее Свалить обратно в Нижний Новгород, да? Но я тебя поздравляю с тем, что ты, в принципе, попал сюда Это очень круто Хоть и выбыл, но ничего страшного Может, в дальнейших случаях у меня сложится победить Было интересно, весело Противники нулевые На что ты готов ради победы? Ради победы готов на все Пока не могу понять, на что готов еще ради победы Ради победы готов на все Сто процентов в себе уверен В своих силах уверен на сто процентов Ради победы пойду на все, наверное Я готов ради победы на многое пойти Что в моих силах В своих силах уверен, а там уже по обстоятельствам В своих силах никто не уверен, но я буду биться до последнего На что ты готова ради победы? Я бы не сказала, что я готова на все Я не готова идти по головам Мне хочется просто получить удовольствие И по максимуму от всего кайфануть Надо бороться, стараться, всеми силами буду все, что могу, чтобы победить. Следующее испытание — коробка удачи, направленная на смекалку, память и отчасти везение. Каждой команде будет дано по пять шансов ответить на вопрос правильно или неправильно. И если ответ на вопрос верный, я даю подсказку, на какую коробку вступить, чтобы с треском не провалиться. Маленькое уточнение. Только одна коробка в горизонтальном ряду не полая внутри. Остальные — фейк, наступив на которые будет бобо. Если же ответ неверный, игрок должен положиться на свою интуицию. В случае правильного ответа команде дается один балл. Если же команда дает неправильный ответ, но вступает на коробку и не проваливается, то ей засчитывается полбалла. Если у участников команды и с интуицией, и с памятью, и с везением сложные отношения, то им зачисляется ноль баллов. Соответственно, выигрывает та команда, у которой больше баллов. Погнали! Каждая команда должна выбрать своего форварда, чтобы он стал впереди, потому что он первым пойдет отвечать на вопрос. Кто у вас предводитель? Я. Кто у вас предводитель? Я. Армен, я думала, девушку вперед пусть. Они сами меня толкнули. Евгений у нас заходит первым на стойку. Назовите поименно четырех участников фильма «Бумер». Первый вариант — Петя, Костян, Димон, Леха. Вариант второй — Костян, Андрей, Леха, Саня. Вариант третий — Саня, Димон, Петя, Костян. И вариант последний — Димон, Леха, Витек, Саня. Какой вариант правильный? Первый. Давайте первый. Вы считаете, что первый вариант правильный? Первый, первый. Давайте первый. Первый. Доверясь команде. Правильно. Это правильный ответ. Похлопаем. Соперники тоже хлопают. Мы все толерантные такие. Ваша коробка, на которую вы можете встать, самая левая коробка от вас. Прыгайте, не бойтесь. Переходим к команде соперников. Что ж, убирайтесь, Армен. По-братски нормальный вопрос задай. По-братски задам. По-сердственски могу. Сколько BMW-7 раз было задействовано в фильме «Бумер»? 7, 1, 5 или 4? Брат, я ее решаю. Подожди, они ее не били, не разбивали. Команда, да? По идее, одной достаточно было бы. Одна. Одна машина, по мнению Армен. Запускайте. Барабанное мидро. 5. Правильный ответ. 5. Поэтому, Армен, вы должны довериться своей интуиции еще раз. Похлопаем. Красавчик. Артем, хорошо, вставайте туда. В каком городе я купила тот самый «Бумер», за который мы сегодня все боремся? Первый ответ – Дербент. Второй ответ – Минск, Махачкала и Грозный. Мне кажется, Минск, вариант «Б». Правильный вариант, я поздравляю вас. Вступайте на середину. На середину? Оп. Раз уж пошла такая пляска, в скольких километрах от Москвы мы купили этот «Бумер»? Первый вариант – 720, второй – 690, третий – 790, четвертый – 805. Смотря по какой дороге ехать до Минска. По прямой. Хотя, может, и 720. Мне кажется, 690. Скользкий вопрос. Я выбираю «Б» – 690. Вариант «Б». Смотрим, это правильный вариант? Правильный ответ – 720. И ваша команда опять пробила. Дарья, выбирайте, какая коробка правильная. Страшно, не был 8. Страшно шагать. Как они это делают? Реально, как вы это делаете? Интуиция. Давайте зададим вопрос Михаилу. В каком еще известном фильме снималась «Бэха-семерка» в кузове Е38? Фильм «Брат», «Бригада», «Ракетир» или «Перевозчик»? Мне кажется, «Перевозчик». «Перевозчик», «Бэха-семерка». «Перевозчик». Смотрим. Правильно. Правильно, молодцы. Тут у нас интуиция, а тут у нас знание превалирует. Интеллект. Ступайте на вот это вот. Попробуйте назвать предельно точно вес этой машины. БМВ Е38 с двигателем В12. Первый вариант ответа – 1990, второй – 2035, третий – 1910 и Г-1800. Ана, братан, я тебя отвечаю. Ты видишь, какие вопросы задают? Книгу жалоб попрошу в конце. Опять мы на этом тыке будем отвечать. Вариант «Б». Давайте посмотрим. И это правильный ответ. Я вас поздравляю с первым правильным ответом. Поэтому я вам подскажу, куда прыгать дальше. Прыгайте на серединку. Вам что-то реально видно, что ли? Я понять не могу. Да не видно. У нас интуиция хорошая. Армен, я вам уже не доверяю. А вот так идем, получается. Сейчас дальше туда пойдем. Саша, у нас тут теперь на фите. Назовите максимально точно полную стоимость проекта с BMW E38. На самом деле это тоже вопрос, ну, это тык в небо абсолютно, потому что я ни разу не называла точную стоимость, но могу сказать одну подсказку. Дайте вам подсказку. Она охренеть, какая большая. Подсказка. Первый вариант – это 5 мультов 268 с копейками. Второй вариант – это 5 мультов 187 тысяч с копейками. В вариант – 4 млн 997 мультов. И вариант Г – 5 млн 415 с копейками. Точно было больше 5 млн. Больше 5 млн. Бери Б. Г либо А. Б. Ну, А средний. Б. Ну, возьми. Средний возьми. Я думаю, А. Вариант А. Средний взял. Пускай отвечает, ладно. Я, кстати, я точную цифру не помню. Какой вариант у нас правильный? Посмотри. Вариант А правильный. Поздравляю вас. Интуиция вас не подвела. Так, ну, прыгайте посерединке. Фу, пока все участники у нас остались с несломанными ногами, что очень хорошо, конечно. Михаил, назовите хотя бы двух актеров из первого бумера по фамилии. Либо, может быть, по имени. Самый такой лайт. Владимир Вдовиченко и... Как это? Нет, в этом, в дальнобойщиках, Иваныч, какого? Я вижу какое-то смятение в лицах. Армен, что вы можете сказать? Могу сказать, все равно методом тыка мы идем. У нас девиз такой. Ара, ты русский, ты в Москве живешь, брат. Этот фильм здесь снимался. Мне кажется, вопрос реально сложный. Там, если я не ошибаюсь, там еще был Владимир Гостюхин, который еще снимался в дальнобойщиках. Так, давайте посмотрим. Не было? Тогда вам придется выбирать коробку самим. Я уверена. Ребят, мы еще не подсказывали нашим участникам, где правильные коробки. Это интуиция вот такая вот. Ребят, мы тут посовещались с командой. Короче, мы даем вам целый балл за то, что вы отгадали одного актера из главного каста, из этого списка. И один балл за то, что вы вступили правильно на эту коробочку. Итого у вас... Нет, полбала. Полбала, один балл. И на октагон выходит Юлия. Какой год выпуска у нашего бумера? Кто помнит? 99 вроде. Первый вариант. 97-й год. 98-й, 99-й и 2000-й юбилейный год. Вы уверены? На дроме видел, не помню. 99-й, наверное. Какой ответ? 99-й. В99. Смотрим. Шикарные интуиции. Просто шикарные интуиции у всех команд на этой площадке. И знания. И снова Армен заходит в чат. Тест на подписчика. Назовите причину, по которой пришлось капитализм мотор на нашем бумере. Первый вариант. Пробитая трубка антифриза. Второй вариант. Задиры в моторе. Ядру дар. И вариант последний. Кулак дружбы. Какой вариант? Задиры. Задиры в цилиндрах. Задиры в цилиндре? Типа, ну это БХ, это нормально для них. Да, да, да. Масло в зон. С ценам масла голодают, не доливают маслом. В Африке нет воды, а в МВ нет масла. Раз она доехала с Минска, значит у нее был живой мотор. И на нем можно было ехать. Из всех трех вариантов только задиры. И это... Нам не видно. Неправильно. Потому что была пробитая трубка антифриза, что потом перегрело мотор. Да какого хрена я понять не могу, реально? Кто им дал карту? Ты чего так пугаешься? Кто им дал карту? Не бойся. Не бойся. Не бойся. Ребята, чтобы вы понимали, реально у нас кто будет прыгать? Кому ног не жалко? Раз, два, три. Так что реально у нас была серьезная подготовка. Я думала, что кто-то покалечится, но блин, нет, интуиция в этом плане спасла всех. Ладно, нет, я очень люблю своих подписчиков, поэтому у них просто интуиция хорошая. К сожалению, сейчас придется вам из команды кого-то убрать. Вам нужно будет посовещаться и прийти к какому-то консенсусу и попросить кого-то удалиться из вашей команды. Понятно, я пошел. Армен, не покидайся, пожалуйста. Первое слово твое. Пацаны, я вам в прошлом раунде сказал, братское закончилось, блядское началось. Ну, со мной, наверное, никто не уйдет все равно. Давайте сауфа. Давайте что-нибудь другое придумаем. Ну, а с другой стороны, вы устали. Вы же понимаете, кого считают слабым звеном в команде? И на кого пойдет выбор большинства? Да вы тоже устали, Асмур. Да нет, мы в гостинице выспались. Да, не переживайте. Чего вы как бабы говорите, кого выгоняем, не будем уже выбирать. В прошлый раз жребе было, я сказал, блядское началось. Вы хотите голосование? Конечно, я сказала, голосование. Я говорю, мужская солидарность. Ты как против меня? Против меня? Давайте попросим бумажки, и каждый напишет, против кого, и все, и там, большинство. Да ты че, Анатолий прямо скажет, че, как, че. Он против меня, а кто еще против меня? Я просто чисто, что мужская солидарность, и все. Я против него ничего не умею. Ау, я уйти. Я черный, я вас достал. А если бы все девушки было, это один пацан? Меня в сто процентов, вы прям загрызли бы и выкинули бы. Я че, не знаю, что такое женский коллектив. И? Че молчите? Блин, тяжелый выбор. Короче, парни, решитесь, скажите. Пойду погреюсь. Вы, короче, все против меня. Я вот спрошу, а я думаю. Они все против меня просто, и все. Короче, я черного поддерживаю. А их уже двое. Все, брата. То есть мы даже играть не будем? Их уже двое. Не это. Я не хочу, чтобы она уходила. Ой. Ну, мужики, конечно. Козлы. Вот все мужики козлы. Кроме моих любимых. Да, брат, пойдем, берите свой свой. Че, мы все проголосовали? Ну все, короче, у меня кинули, ребят. Я расстроена, обижена. Это все было зря. Да нет, это было не зря, конечно. Я старалась. Нам нужен вердик. Кого вы выбрали? Дарю. Дарю. Вы выбрали Дарю, да? Все выбрали Дарю. Просто они еще чуть-чуть просто хорошими хотят показаться. Я плачу, черт. Нет, я просто хотела этой игрой взять, а они просто типа свое мнение сказали, собрались, ребята, и все. Я не знаю, друзья, комментарии. Ребят, Дарю, тебя выбрали, да? Ну, а теперь это же мое шоу. И, ну, я не до конца рассказала задание. Вы выбираете человека, который потом должен будет выбрать одного из вас. И человек не покидает шоу, а один из вас покинет. Поэтому Дарья остается. А ты выбираешь, кого ты выбираешь. Такое тяжело. Я хочу выбрать самого молчаливого, потому что кто против меня первый сказал, это неважно. Он мне не несет никакую опасность. Вот я выбираю Михаила, который всегда молчал и просто поддержал общественное мнение. Женские слезы сильные. Михаил, вы не улыбаетесь, но я понимаю, как у вас в счет происходит смятение. Это неприятно. Но жизнь — это игра, и играйте красиво. Поэтому мы играем красиво, и, к сожалению, мы с вами расстаемся на этом этапе. Но спасибо, что вы приехали к нам. Я поплакала. Жестко. Спасибо. Да, я понимаю, как это может выглядеть несправедливо со стороны. Но прошу вас, запомните этот момент. Запомните, как тепло я отнеслась к Даше и проявила чуточку человечности к ней. И чем это потом обернется? Эмоции от участия только положительные. Хотелось бы больше участвовать, хотелось бы еще где-нибудь поучаствовать. Но, к сожалению, пришлось вылететь из игры. Остальным участникам хочу пожелать, чтобы они рассчитывали только на свои силы. И, конечно, самый главный вопрос, кто же из них заберет эту БМВ. Дорогие зрители, сейчас у нас будет происходить следующее задание. Осталось 8 человек, и сейчас конкретно вот в этом коридоре нас покинет еще один человек. Напомню, за что они борются. Либо денежный приз в эквиваленте 1 миллиона рублей, либо же БМВ. И, кстати, вы теперь знаете, сколько я потратила на ее восстановление? 5 лишних миллионов рублей. Итак, наши дорогие участники могут заходить. О, врываются наши тигры активнее, ребята! Давайте им поаплодируем в комментариях тоже. Позади вас лежат покрышки. В них планшеты с листами бумаг и фломастеры. Каждый может взять из любой покрышки себе этот комплект вещей. Берите и вставайте рядом с покрышкой, каждой своей. Как вы думаете, что сейчас будет происходить? Есть какие-то догадки? Нет. У нас одна команда, команда полицейских, сделала сейчас очень сложный морально-нравственный выбор. Им пришлось кого-то убрать из своей команды. А теперь забываем о том, что вы в командах. И просто смотрим друг на друга. Оцените каждого своего соперника. Подумайте, насколько он опасен. Я уверена, что пока вы общались друг с другом, кому-то кто-то понравился, кому-то не очень. У кого-то кто-то вызвал какие-то сомнения. У Дарьи, наверное, сомнения насчет Армена могут быть. Опять я черный, ты вот начинаешь, да? Ну, я ни на что не намекаю, конечно же. Но сейчас, ребята, вы смотрите на бейджики друг друга, если еще по именам не запомнили друг друга, и пишите имя человека, который вам больше всего не понравился. И имя того человека, который будет встречаться на наших листочках чаще всего, нам придется делить. Друзья, я уверена, вам тоже кто-то из участников сразу отозвался в сердечке, а кого-то вы бы хотели побыстрее слить. Пока наши гости в шоу выбирают кандидата на вылет, напишите в комментариях, за кого вы болеете, и кого видите достойным хозяином бэхи или миллиона рублей. К слову, не все хотят забрать себе в гараж эту легенду. Что ты выберешь? Тачку или миллион? Я выберу тачку, потому что я фанат марки, и за эту марку готов пойти на все и в любые двери. Я очень хочу сейчас тачку. Я 8 лет не ездила за рулем, хотя права у меня есть. Но, несмотря на это, в последнее время я как раз задумывалась о тачке, что на следующий год надо покупать, потому что есть необходимость. Но когда я представляю, что вот я сейчас сяду и поеду, немножко такой страх, потому что давно это не происходило. И думаю, как я буду гонять на бэхе. Машина. Почему тачка? Не знаю. По фильму смотрел, когда. В детстве фильм «Бумер». Оттуда и пошло вот это. Нрава к этому автомобилю. Возможно, поэтому хотелось бы забрать вместо миллиона. Тачка. Когда были маленькие, показывали эти фильмы. И дух того времени, это как бы все, не знаю, ценно, интересно, прикольно. Поэтому BMW. BMW. Ну, наверное, тачка. Что у меня была такая в 15-м году, если я купил ровно 8 лет назад. Была такая у меня белого цвета. Ну, пока не решил. Ну, душа больше схлона к автомобилю. Руалитет, история. И на память будет. Сначала, конечно, надо выиграть. А так вообще тачка. Машина – это хорошо нужная вещь. Тем более такая легенда. Тачка. Это время. Это легенда. Я даже готов поставить E46-ю и ездить на ней. Какие ваши догадки? Давайте так. Есть как бы догадки, кого вы выбили? У кого предвкушение есть какое-то? Мне кажется, что… Мне что-то не понравилось, как в эту сторону Ангелина посмотрела. Какую сторону я посмотрела? Ну, справа от тебя. А, ну… И мне почему-то показалось, что это я. У меня просто косоглазие было. Давайте я зачитаю сначала тех, у кого ноль баллов. Давайте. Ну, такое ощущение, как будто я так же волновалась перед результатами ЕГЭ. Отвечаю. Первый. Александр – ноль баллов. То есть за вас никто не проголосовал. Все хорошо. Армен – ноль баллов. Артем – ноль баллов. Юлия – ноль баллов. Дарья – один балл. Кто-то против вас видоимеет. Евгений – один балл. Михаил – один балл. Алексей – три балла. Алексей, к сожалению, вы нас покидаете. Ну, очень жаль. Очень приятно было. Даже хлопать не хочется почему-то, чтобы не расстраивать человека. Как будто мы радуемся. Ну, голосовал я им. Я знаю. Я видел. Очень спорой. Очень обидный и очень неприятный, естественный отбор внутри игр за бумер. До сих пор не понимаю, как Алексей успел нажить трех хейтеров. Я как бы не расстроился. Главное – участие. И тем более я ехал представлять брата, так как он не смог приехать. Как бы есть, конечно, расстройство, то, что я вылетел так нелепо. Но это игра. Мы приступаем к пятому заданию. На ринге осталось семь бойцов, и каждый жаждет выиграть свой билет в лучшую жизнь. Как и в прошлые разы, этот раунд ребята должны преодолеть по командам. Но вот незадача. Ряды команды полицаев сильно поредели. Двое против пятерых. Это очень сильный перелет. Раз, два, три! Двое против пятерых! Ну что? Не просто так он здесь. Мы его готовили несколько дней на самом деле. Сейчас он заводится, но через ровно пять минут он перестанет заводиться, ему станет плохо. И вы, как настоящие лекари, должны будете его вылечить и понять причину поломки. Для каждой команды причина поломки будет одинаковой. Одна команда пойдет отдохнет чуть-чуть, другая приступит к работе. И потом мы проведем обратно. Сейчас можно увидеть здесь необходимый вам набор для починки. Можно еще пользоваться телефоном. И та команда, которая быстрее всего сможет его починить, и сделает так, что он заведется и поедет, та команда и выиграла. Давайте наша команда будет первой. Ваша команда будет первой? Да. Хорошо, тогда команда с Дарьей и Арменом отдыхают пока. Пол команды, скажи. А сколько у нас времени есть? Неограниченное количество. Грубо говоря, если вы за три минуты почините, а не за 3.05, то вы выиграли. А, вот. Ясно. Но здесь надо работать не руками скорее, а головой. Команда бандюганов начинает раунд. Готовы? Три, два, один. Пусковое. Не горит, да? Не, вообще ноль. Клем, посмотри. Вообще не горит, да? Клем, да. Багажник. Багажник есть. Это пусковое. Это пусковое, это не трогайте. Пусковое. Снимаем багажник. Где у него багажник? Багажник, греть. Через заветельскую дверь. Что там? Может, фишка просто отключена быть какая-нибудь. Не, не, не. Аккумулятор, смотрите, ребята. Аккумулятор. Где он находится? Где он сзади? Посмотри, Юля, где аккумулятор находится? Возле переднего крыла написано. Достаточно открыть капот написано. Вообще, да, не реагирует? Так, алимаккумулятор. Правое, переднее крыло. Таня, нет. Не горит. Не зажигание не включается. Аккумулятор, скорее всего. Ищите аккумулятор, скорее всего, в багажнике. Это что у нас? Это сзади. Это салон. Вон там предохранитель скрытая коробка, предохранитель скрытая. Да, смотри, туда кто-то лазил. Блин, ну снимай обувь сюда, лази. Расскажите, что вы делаете? Я смотрю на главный, как этот. Провода? Да, на главный блок смотрю. У вас же точно сойти из команды автомеханика. Да, там где-то они ходят, аккумуляторы сейчас. Ну, а аккумулятор где? Что? Под задним сидением? Либо под твоим сидением? Так, ну тут, походу, только опошился. Вот, смотри. Что тут, что соединено? Багажник, посмотри, там нет его. Есть, есть, нашел. Да, подключай. Подсоединены. Подсоединены? Да, подсоединил. Вот, подсоединены. Все, загорелся. Все, загорелся, заводи его. Заходи. Сваливайся, удачи. Двинуться, а капот надо... Давай, мешай, сдвигайся. Можно? Давай, мешай, посаду. Или назад, да. Все, молодцы. Стоп. 4 минуты 9 секунд, ребят, молодцы. Долго аккумулятора искали. Капец. Надо было сразу покажить, здесь говорили же. А вы просто затерялись сидушкой. А вы просто растерялись его, то в крыле, то... Кто догадался, что аккумулятор? У меня аккумулятор. Сразу, сразу. Я сжиганием повернули, догадался. Я говорю вам сразу, что это аккумулятор. Команда полицаев выходит на ринг. Обычную батарею. Отставляй батарейку. Вытаскивай. Проверь. Обычно это вы уже в кистэшоу участвовали, да? Давай. Давай. Представляй, заводи. Пробуем, смотрим. Паркинги. Нет, вашу мать, аккумулятор отключен. Аккумулятор? Аккумулятор отключен, наверное. Он, он. Понял? Сказали думать головой. Аккумулятор у него отключен. Крестовую, крестовую. Аккумулятор, потому что он ни на что не реагирует. То есть у вас как бы предположение, что аккумулятор, да? Да. Не он. Не понял. Где у этого дерьма аккумулятор стоит? Где у этого дерьма в багажнике аккумулятор стоит? Смотри. Что, это может быть что-то? Провода подключить их? Ну-ка. Нет, это это. Это, походу, и есть аккумулятор. Ну, давай его провода. Смотри, они вниз как раз ведут. Левстань, дай я сяду попраться. Давай. Она просто тупо машина обесточена. Оп. Что-то внутри, значит. Ну, что-то не понятно. Смотри, проводов много. Какой-то провод, наверное. Достань телефон, посмотри. Посмотри, где у него аккумулятор. У этого гелика. Или в багажнике, или все под капотом должен быть. Под капотом не помню. Блин. Заводи машину. Заводи машину. Назад. Назад надо ехать. Садись, садись. Назад отвечаем. Тормоз нажимай. Подожди. Давай. Назад. Поехали. Отвечай, 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 отвечай. Стоп. Все. Три минуты, шестнадцать секунд. Загуглила. Поздно. Я соглашусь, это было сложное задание. Вы его за достоинством прошли все. Но так уж задумано, что по правилам игры кто-то должен до нас покинуть. Могу сказать одно. Я не ожидала от вас такого, Дарья и Армен. Не ожидала. Потому что вы прошли это испытание быстрее вот этой команды. Полицейские обогнали бандюганов. Это очень круто. В течение того, что у вас в команде все-таки было два автомеханика. Поверно, да. Ну, кто-то из вас точно еще один, по-моему. А вы увольняйте. Точно не я. Вы можете выдохнуть, расслабить свои булочки, а вы, вам придется их напрячь немного, потому что сейчас вот кто-то должен будет вылезти. Слава богу, вам не придется решать лично, кто будет выбывать. Решит случай. Эта шапка прямиком с головы Владимира Водовиченкова. Сейчас наши дорогие участники вытянут листочки, на которых будет написано либо одно слово «Остаетесь», либо же это слово «Но с частицей не». Таким образом решится судьба одного человека. Теперь попрошу вас раскрыть карты. Я думаю, это волнительно, да? Остаюсь. 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 Не остаешься. Ну что ж, вы нас покидаете. Да? Бывает. Я на самом деле поражаюсь, каким достоинством каждый участник, которого бывает, покидает это шоу. Это дорогого стоит на самом деле. И просто так уйти, улыбнувшись, мне кажется, это сложно. Ну да, конечно, немножко обидно. Охотно было прям дойти до финала. Потому что даже было прям желание забрать себе машину. Играя всегда. Бывает. Ну что ж, на этом моменте я с вами не прощаюсь, а лишь даю легкую паузу для размышлений. Кто же заберет Бэху или денежный приз? Узнаем совсем скоро. Оу, май! Тише, тише. Сразу скажу, нельзя кричать ни в коем случае. Вы видели, что Даша с кем-то переписывалась? Д 坐е за дополнение. Продолжение следует. Продолжение следует...